Всем привет, друзья! Продолжаем проходить хроники Кайдана 2 и сейчас я приехал на станцию Янов, чтобы здесь разузнать у местных, навести справки насчет дочери Шухова. Поэтому давайте, пожалуй, сразу пойдем пообщаемся с гавайцем. Так, здорова гавайц, послушай, тут такое дело. Тебе известна фамилия Шуховы? Я думаю, что раньше эта семья должна была проживать в Копачах. Так это, в Копачах же сейчас никто кроме зомби не проживает. Всех жителей давно эвакуировали, а деревню засыпали. А фамилия Шухов мне кажется знакомой. Ну давай, вспоминай. А, точно. Года три назад, когда сталкеры только обосновались здесь, а я начинал торговлю, ко мне приходил за продуктами один мужик и представился как Шухов. Сказал, что он из Копачей, что там еще осталось несколько жителей, в том числе и он с дочерью. Вот как раз его дочь мне и нужна. А что он еще рассказывал? Говорил, что недавно жену похоронил и что собирается с дочерью покинуть зону. Кайдан, но ведь это давно было. А сейчас в той деревне уж точно никого нет. Зачем тебе его дочь понадобилась, а? Да куклу надо ей передать. Куклу? Странно. Ладно, это конечно твое дело. Тогда советую тебе обратиться к Семеновне. Она единственная из местных жителей, оставшихся в зоне. Говорит, что уже слишком стара, чтобы куда-то ехать. А где ее найти? Еще год назад она жила в Копачах, а сейчас, когда осталась совсем одна, переселилась к нам на станцию в медпункт. Правда, она все равно бывает здесь редко. Больше ходит по окрестностям, травы собирает, чтобы потом ими раненых сталкеров лечить. Давай сделаем так. Семеновна объявится, ты мне маякнешь. Хорошо, так и сделаю. Спасибо, но пока тогда. А, погоди, Кайдан, тут зверобой с парнями из рейда вернулся. Глаза шальные, чушь какую-то про монстров несет. Короче, страху на народ понагнал. Ты бы с ним потолковал на предмет выяснения истины. А еще я недавно в бункер прибыл. Там у Озерского что-то пропало. Тоже не мешало бы разобраться. Угу, зверобой давно зону топчет. Сдря пругу гнать не станет. Интересно, что так его вывело из себя. Ладно, сначала к ботаникам загляну, а потом со зверобоем потолкую. А почему именно в таком порядке? Ну ладно. Пускай так. Что-то тут у них еще происходит непонятное. Ребят, вы что? Кого вы там увидели? Ладно, короче, я поехал, вы разбирайтесь сами. Мужик, ты мне дашь проехать, нет? Да ну ты, серьезно что ли? Я не могу сдвинуться с места. Да успокойся ты. Короче, понятно. Поедем мы, наверное, на этой машине. Все. Погнали к ученым. О-о-о-о! Да, конечно, машинка еще та. Пойдем мы тогда пешком. Ну нафиг эти машины. Так. Погнали в бункер, а потом вернемся обратно, поговорим еще со зверобоем. И кстати, в бункере, может быть, или на станции Янов надо было бы сбросить часть вещей, потому что этот перегруз... ...доконает. Итак, я уже захожу в бункер. Что это за шум тут такой? Ничего себе. Ладно. Так. С кем тут поговорить? Кайдан. Сталкер, взять пробы воды и воздуха, провести замеры радиационного фона. И мы недавно наняли одного сталкера, предоставили ему все необходимое оборудование, и он отправился в оазис. Вы все очень интересно излагаете, но я вам зачем? Как зачем? Найдите его. Хм. Найти кого или что? А, простите, я кажется, забыл сказать, что этот сталкер не вернулся и никаких известий от него не поступало. Надеюсь, вы пробовали связаться с ним по рации? Неоднократно, но все без толку. А как зовут сталкера? Торбо. Он давно ушел? Ну, как вам сказать, понимаете, мы рассчитывали, что все это займет не более трех часов, а тут... Понятно. Ну что ж, Торбо так Торбо. Будем искать. Если он погиб, то может у вас получится хотя бы вернуть наше оборудование, а? Но не спешите его хоронить, ведь ничего еще не известно. Ладно. Азис, значит, хорошо. Так. Так, а что это за шум такой? Вообще непонятно. Ствол подгонишь. Так, отремонтировать можно. Это хорошо. Давайте отремонтируем, пожалуй, ТОС. Ну, хотя можно было бы, в принципе, и тот починить. Так, ремонт 550 рублей. Сколько здесь стоит? Что-то непонятно. То ли 500, то ли тут что-то... Ноль перекрывает какую-то другую цифру. Ладно. Повысить точность. А это что? Осечки и сбоя? Нет. Давайте, пожалуй, вот эта точность. Прокачаем. Хорошо. Так, у нас есть еще деньги. Пожалуй, займемся пулеметом вот этим. Давайте. Ага. Ну, тут его не прокачать. И это тоже, по идее, не прокачать никак. Как я понимаю, да? Ну, можно отремонтировать хотя бы. За 6 тысяч. О, а стоит это того или нет? 44 у нас есть. А комбез? Мне нечем ремонтировать такой костюм. Сходи-ка, Зотов, на станцию Янов. Может, он возьмется. Понятно. Ладно. Так, ну а что делать с этим стволом? Я просто, может, его сейчас выложу? И не буду вообще с ним бегать. А тут что, ящика, что ли, у них нету? Ну, какие-то вы странные, ребята. Ну, ладно. Так, сейчас вообще уже вечереет. Давайте-ка вздремнем. Я не знаю, сколько мы проспим здесь. О, до 5 часов поспали, но стало еще темнее. Не, можно еще поспать. Это нормально. Вот, 8.07. 8.07 это то, что надо. Так, и что нам делать со всем этим добром? Это полторы так летают? Прикольно. Так, ладно. Кому-то надо это втюхать. Или вернуться обратно на станцию Янов и выложить там наше барахло. Ну, потому что с этим всем идти... Ну, мы будем очень долго идти. Так, я сейчас вернулся обратно в бункер, чтобы хотел здесь просто тупо выбросить в комнату некоторые вещи свои. Надеюсь, что их не заберут. А тут, смотрите, Герман погиб. Новиков погиб с кучей комбезов. Но, нет, так быть не должно. Что это за фигня? И Озерский погиб. Это произошло после того, как мы поспали. Капец. Это что за фигня? Короче, я переиграл. Сбегал на Яна, выложил туда часть своих вещей. Также решил сейчас не спать. Потому что, ну его нафиг. Я не знаю, может выброс произошел, пока мы спали или что? Чего эти ребята вдруг погибли? Непонятно. Ну и вот мы уже прибежали ко входу в Оазис. Так, тут какой-то сталкер ходит. А, так это Торбо. Привет, сталкер. Ну привет. Ждешь кого? Да просто гуляю. У тебя это какое дело? Да, собственно, никакого. Думал, помощь какая нужна? Не нужна мне никакая помощь. Отстань. Ну, как знаешь, Торбо, я ухожу. Стой. Ну, стою. Ты кто? Откуда меня знаешь, а? Я Кайдан. Там Озерский аларм орет, мол, пропал ценный сотрудник, а он тут прохлаждается, оказывается. Озерский? А, понятно. Рассказывай все как есть, не стесняйся. Ну, в общем, влип я. Как тот очкарик из фильма. До самого Оазиса я добрался, можно сказать, без приключений. Так, несколько тушканов разогнал в коридорах. Достал из рюкзака оборудование, которое мне дал Озерский. И даже успел наполнить колбу водой, как вдруг откуда-то сверху спрыгнула гигантская химера. Мне повезло, что она застряла задней лапой между плит, и это задержало ее на некоторое время. А я бросился оттуда со всех ног, и только здесь пришел в себя. Сам-то сумел выбраться, но ценные приборы внутри остались, причем неактивированные. За эти приборы мне теперь год на ботанов бесплатно вкалывать придется, чтобы долг отработать. Вот теперь хожу и думаю, что делать. Ведь там не только оборудование, но и мой ствол остался. А куда я без него? Так попросил бы помощи у других сталкеров с Янова. Не могу, засмеют. Ведь раньше я всегда в одиночку справлялся, с любым заданием. А сейчас мало того, что ствол потерял, так еще и работу не выполнил. Теперь со мной вообще никто дел иметь не захочет. Да, ситуация. Ладно, Торба, постараюсь тебе помочь, но за это я от тебя кое-что потребую. Все, что пожелаешь, Кайдан. Я на все согласен. Договорились? Тогда жди здесь. Убить химеру. О как. Сделаем тут промежуточное сохранение. Ну и пойдем прогуляемся. Посмотрим на эту химеру. Так, пожалуй, возьмем мы вот эту штуку в руки. Вместо Тоза. Ну и сейчас посмотрим, кто тут вообще находится в этих краях. в этой комнате вроде как ничего. Ладно, погнали тогда в сторону оазиса. Я не знаю, сейчас нужно будет опять проходить через этот телепорт или может быть здесь уже спокойно можно добраться до того места. Сейчас посмотрим. Ну, вообще как-то пока что очень тихо и спокойно. Химер, похоже, там где-то засела и ждет, пока мы или кто-нибудь другой туда зайдет, и она тогда этого кого-то и цапнет. Ага, тушканы тут зато имеются. Ладно, сейчас с тушканами мы разберемся. Тем более, что я смотрю они, похоже, привязаны к той комнате и сюда просто-напросто не могут забежать. Да, но это нам помогло. Ладно. Так, а сможем ли мы здесь сейчас пройти? Вот это хороший вопрос. Ну-ка. И... Да, вроде мы прошли. Так, а где Химера? Хм. Так, вон вижу, колба лежит. Вон лежат какие-то сканеры. А вот и она. Ой, так тут две. В смысле? В смысле две? Я одну ждал? Натяжи гранату. Так, нас зацепило немного. Ну, я надеюсь, мы ее укокошили. Сейчас подлечимся и пойдем посмотрим, что там от нее осталось. Или же от них. Ну, что, зацепил? Да капец вы их живучие. Хорошо, одна есть. Одна есть, давайте еще. Вроде перебинтовались. И погнали дальше. Так, патроны пока имеются. Ага. Все. Фух. Ну, конечно, немного мы потратились, но вроде справились. 58 процентов, но давайте аптечку. Такс. Значит, берем два сканера, какой-то там еще прибор, автомат и колбу. Сейчас на все это посмотрим. Наполненная колба, живой водой. Сканер два. Кстати, живая вода. Даже в первой части Кайдана тоже была живая вода, только на болоте. Сканер два, сканер один и анализатор радиационного фона. Хм. Так, установить первый сканер, второй. Измерить уровень радиации. Это все, конечно, хорошо. А, тут у нас обозначено, в принципе, куда обозначить. Куда ставить, примерно. Ладно, допустим. Да, сканер один где-то здесь. Где-то вот здесь. Установить первый сканер. Хорошо. Есть. Теперь второй, как я понимаю, вот где-то тут. Нет, вот здесь. Похоже. Да. Так. второй сканер есть. И измерить. Там нужно было фон или что-то типа того. Использовать. уровень радиационного фона. И мы можем возвращаться обратно, как я понимаю. Давайте возвращаться. Ну что, я вот уже снова здесь возле входа. Да, турбо по-прежнему сидит здесь. Сейчас с ним поговорим. Порядок. Значит, у тебя все получилось. С химерами разделался. Сканер установил, радиацию измерил. Даже твой ствол и колбу с водой прихватил. Принимай. Спасибо тебе, агро... А, постой. Ты же сказал, что с химерами? Да, их там оказалось целых две. О, даже... Вот как? Ну, ты бы отдаешь. Все, хватит леса точить. Возвращаемся в бункер. А что же мы батанам скажем? А вот по дороге и обсудим. Отлично. Не пришлось бежать. Но мы где-то, судя по всему, там потрепались. Хотя нет. Здоровье сто процентов, но был такой звук, как будто бы попали мы куда-то не туда. Так что, зря вы переживали. Торбо все выполнил, но потом присел у стены отдохнуть и заснул. В таком состоянии я его и нашел. Это может говорить о том, что в Азисе присутствуют какие-то испарения, вызывающие сон. Точно, профессор, вы правы. Я и сам стал ощущать там сонливость. Хорошо, что так все закончилось. А это кайдан вам за работу. Спасибо, хотя особой работы и не было. И тем не менее, я вам очень благодарен. Ну тогда все, мы пойдем. Ага, хорошо. Так, все, торбо уже и разговаривать даже не хочет, или может быть... ну блин. Ну проходи куда-нибудь. Будем стоять и смотреть, да? Отлично. Так, или может быть он побежал и все-таки можно будет сейчас с ним поговорить. А? Ты куда идешь? Еще раз спасибо, что вытащил меня из такой ситуации. Да, будет тебе. Ты главное нигде особо не задерживайся и возвращайся побыстрее. Не сомневайся, не подведу. Дорога туда займет часа полтора-два. Обратно столько же, плюс час на всякие обстоятельства. Максимум получается пять часов. Как только вернусь, я тебе сообщу. Хорошо, легкой тебе дороги и до встречи. Ладно. Так, ну что ж, пожелаем ему удачи. А мы возвращаемся сейчас по идее обратно на Янов. Ну вот, я снова на станции и, как говорил Гавайец, там какие-то проблемы у зверобоя. Вот он тут сидит, что-то приуныл. Стоит точнее. Привет. Здорово, зверобой. Что-то ты бледный. Случилось что? А, это ты, Кайдан. Еще нет, но скоро случится. Знаешь, что такое гон? Слышал краем уха, но признаться ни разу не встречал. Ну так считай, что встретил. Вообще, это очень редкое и очень опасное явление. Вдруг ни с того ни с сего мутанты со всей ближайшей местности стекаются в одно место. Не знаю, что ими движет, инстинкт или зон назовет. Так вот, вся эта орда какое-то время обитает в одном месте, а затем, словно навыров критическую массу, срывается в поход и движется словно лава к какой-то одной неведомой нам цели, сметая все на своем пути. Ммм, интересная байка. Байка? Я эту байку совсем недавно на Юпитере наблюдал. Туда зверь со всей округи прет. И скоро эта толпа сорвется и мало никому не покажется. На Юпитере? Так это армия тьмы удачно расположилась. Нужно запереть ее там, заминировав проход. Да где ты тут мины найдешь? Да и времени нет. Артефакты, вот наша вундервафля. Создадим на пути тварей аномалии. Зона породила эту орду, зона ее и уничтожит. А что? Это идея. Так, посмотрим, что у нас есть три медузы, пара вывертов и один грави. Побежали, время не ждет. Так, хорошо, мы пришли. Темень стоит просто вообще страшная. Ой-ой-ой. Так, и что? А, блин, я думал, что он маску надел, а он здесь стоит. Мы успели, но еще немного и эта масса сорвется с места. Давай мне артефакты, здесь самое узкое место и я все сделаю сам. А вы меня прикройте, если что. Так, держи, артов мало, постарайся разместить наиболее удачно. Постараюсь, а вы отойдите подальше назад. Так, хорошо, у нас уже медуза в руках. Хорошо, ну попробуем. Допустим. Так, первый есть. Давайте вторую медузу. Ой-ой-ой. Ребята, вы же прикрывайте. Ну, что за капец? Где прикрытие? Блин. Не, ну мы в этой темноте хрен кого там увидим. Так, сейчас аптечку и продолжаем устанавливать артефакты. Вы только... Ой-ой-ой, они уже прут. Давайте грави. Давайте быстрее грави, это самый мощный артефакт. Так, сейчас установим где-нибудь вот здесь. Так, хорошо. Теперь у нас еще есть выверт. Можно вот сюда вот запихнуть. Я не знаю, они что-то там все толкутся, может быть, надо было дальше пройти? Ребята, вы вообще идете, нет? Так, вроде идут. Хорошо, есть еще. У нас остался еще один артефакт, но я боюсь, что мы его сейчас уже вряд ли поставим. Так, ну давайте попробуем вот сюда. Это так, на всякий случай, если вдруг кто-то прорвется все-таки, а кто-то прорывается. Кто-то все-таки прорывается. Ой-ой-ой. Кстати, у нас тут ПНВ есть в этом костюме и довольно неплохой вроде как ПНВ. Так, я не буду тратить патроны для калаша. Давайте с Тоза постреляем. Тем более, что мы Тоз прокачали. Сейчас вот и посмотрим, как он стреляет. Ну, конечно, нельзя ничего сказать про этого псевдогиганта. Он вообще пошел себе спокойно и пошел. Никого не волнует. Ладно, ну я думаю, надо все-таки его догнать. Что это такое? Сколько можно-то? Ух ты. Здорово. Так, подожди. Чудик, сейчас я тебя попробую гранатой догнать все-таки. А? Да ну, ну что, неужели его вообще нельзя приложить? Капец. Он вообще хромает? Нет? Короче, похоже, он ушел. Там еще кабан трется. Ладно, все, псевдогигант ушел. К сожалению, давайте попьем и возвращаемся обратно. Я надеюсь, что задание все-таки выполнится. Задание, которого у нас нет. Ну, посмотрим, сейчас появится диалог у зверобоя или нужно будет переигрывать. Так, ну ребята вроде тут сидят. Самое главное, что живы. Ну что? А здорово получилось. Я за то, чтобы повторить. Так не с кем повторять, надо дожидаться следующего гона. Ну да ладно, теперь-то мы знаем, как их остановить. Возвращайся на Янов, а я еще немного задержусь. Что-то тянет меня в восточный тоннель заглянуть. Так может мне с тобой пойти? Не стоит, хочу сам прогуляться. Тогда в благодарность, что помог с монстрами разобраться, держи Сайга. Отличный ствол. Много раз меня вручал. О, это то, что надо, спасибо. Вот, Сайга, другое дело. Правда, здесь сколько? А, 8 патронов объем магазина, нормально. Так, ты говоришь восточный тоннель? Восточный тоннель. А что нам туда идти? Я не знаю. Так, я сейчас подхожу к восточному тоннелю и смотрите, что это такое? Кто это такой стоит? Интересно. Ну-ка пойдем сейчас пообщаемся с товарищем, у которого в ноздрях фонарик. Так, какой-то безымянный мужик, не проходи мимо, помоги ближнему своему. Не поверишь, я в последнее время только теми занимаюсь, что помогаю ближним. Серьезно, помощь нужна. Я смотрю, жизнь тебя хорошо потрепала, так что случилось? Додернул меня шут в тоннеле хабар спрятать. Пришел проверить, а тут семейка толстых завелась. Пришлось срочно ориентироваться, так как ствол мой эти твари куда-то закинули. Все, теперь пиши пропало. На бюрера что ли нарвался? Ну это ты еще легко отделался. Ладно, не горюй, посмотрю, что там сделать можно. Так, значит ствол говоришь, закинули куда-то, да? Хабар в тоннеле спрятать. Хм, так интересно, искать хабар в тайнике, а ствол тоже или что? Уничтожить бюреров просто задание, да? А насчет поиска предметов как? Непонятно. Ладно, а мы сможем поспать сейчас? Блин, по-прежнему не можем из-за действия энергетика. Не знаю, когда это действие пройдет. Ну ладно. И сколько тут этих бюреров сидит? У меня патронов так-то не очень много. Если не хватит, придется возвращаться обратно на Янов закупаться. Так, ребята, ну и где вы здесь? Вообще, у меня есть гранаты. если что. Да, темнота, конечно, вообще непроглядная. Хорошо, я вас слышу. Я вас слышу, еще бы вас видеть. Короче, давайте зашпульнем им туда гранаты, какие у нас есть. Я надеюсь, я там по кому-то попаду. да, уже один готов. Вон, еще один бегает там. Гранаты еще есть? Так, еще есть РГД-5. Хорошо. Ну-ка. Вон, куда-нибудь. Блин, ну до того далековато. Его почти не видно, ну давайте попробуем. Ёкарный бабай, что за? Блин, это... Да ну, вы что, серьезно? Они замочили этого сталкера. Мне надо переигрывать. Что ж ты, блин, за мной пошел? У тебя ствола нет? Держи вот тос мой хотя бы модернизированный. Я не знаю. Хоть с чего-то стрелять будешь, если ты за мной идешь. Так, ты будешь доставать оружие, нет? Что за приколы такие? Я так иду, 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 оборачиваюсь, он бежит и сразу останавливается. Нормально, ты что, типа не хочешь, чтобы я на тебя смотрел? Ладно. А где ты коровососа тут нашел? Я же проходил, не было никого. И снорка не было в прошлый раз. Что-то... Так, стреляй, мужик. Я же тебе дал пушку, ну. Да блин, получается, зря давал. Ё-моё, вас не поймешь. Может, у тебя вообще есть ствол, ты просто им пользоваться не хочешь. Хоть и сказал, что потерял где-то свой. Так, ну что, дубль 2. Ага, здравствуйте. это не очень удачный был запрос, как я понимаю, потому что они тут откинули гранату. Давайте еще раз попробуем куда-нибудь вон туда. Да, тоже не самый удачный. Еще разок. Так, с этим разобрались. Допустим, можно сохраниться. где еще бегают. Все, задание выполнено. Мужик, ты еще живой? Я надеюсь, что да. Так. Да, вот, что там что-то было? Какой-то пистолет. А ты уже здесь, разобрался с твоими обидчиками. Справился, говоришь, ну ты хватать, теперь попробуй со мной. А, понятно. Не понял. Это что? Да, ну и что мы будем делать с этой тушей? У меня гранат не осталось. блин, мужик. Давай как-нибудь решим этот вопрос другим путем, а? У меня нет совершенно никакого желания с тобой разбираться. Так, иди дальше, давай. Что, сюда все-таки решил вернуться? Ну, мы, конечно, да, мы, конечно, можем попробовать, но мне кажется не хватит патронов, хотя, черт его знает, насколько здесь мощный этот библиотекарь. Да. Не, ну это тупо сейчас всю дробь расстрелять и... в смысле? Ты что, серьезно? Это... Что это за библиотекарь? Бред какой-то. Так, ну, понятно. Ладно, это, получается, было, типа, заманилово. Хорошо, а хабара здесь, как я понимаю, никакого нет. Мы, конечно, можем посмотреть более внимательно в этой темноте, правда, попробую что-нибудь найди, но похоже, что тут никакого хабара мы не найдем. Единственное место, где он обычно лежит, если и лежит где-то, то это вот эта комната, но тут ничего я не вижу. Может быть, где-то в районе этих вот тепловозов куда-то спрятали, но маловероятно. Скорее всего, нам этот товарищ наплел насчет хабара просто ради того, чтобы нас сюда заманить. Ладно, но я надеюсь, сейчас-то мы уже можем поспать. Вот другое дело. Вот, сообщение о Торбе. Кайдан, я уже вернулся, жду в Долговском кабинете. Отлично. Тогда я возвращаюсь обратно на Янов. Ну что, мы на Янове, в кабинете Долга, и вот он, Торба. Принес? Конечно, как и договаривались, все сложил в ящик в башне Зулуса. А приключений не было? Абсолютно. В этот раз зона была ко мне благосклонна. Правда, на АТП Валерьян поначалу отнесся ко мне с подозрением, но после названного пароля сразу же выдал мне ствол. Послушай, Кайдан, а ты не хочешь рассказать мне, что это за винторез такой? Какой винторез? Этот винторез я получил на базе Чистого Неба из рук профессора Каланчи в награду за помощь, которую я им оказал в борьбе с ренингатовцами. Потом я оставил его на хранение у Валерьяна, а еще ранее ствол принадлежал самому Лебедеву. Командиру Чистого Неба сказывают, что он и весь его отряд погибли на ЧАЭС. Это правда? К сожалению, правда. Печально. Кайдан, слушай, я сейчас отдыхать, ты не желаешь присоединиться? Мне еще не пришло время отдыхать, так что без меня. Пока. Так, а винторез, возможно, он имел в виду тот, который лежит сейчас в тайнике, как он сказал, оставил в башне Зулуса. Давайте сбегаем, посмотрим, что там вообще в этом тайнике будет находиться, потому что нам сейчас, честно говоря, пригодится все, что угодно. Патронов как-то совсем немного. Мы, конечно, можем патроны купить при желании, но я бы не отказался от какой-нибудь суперкрутой пушки новой. Но если это винторез, то патроны будут дорогущие, и, скорее всего, их будет не так много. Так. Ну и что здесь? Ага, да, винторез, ТК-1. Тактический винторез с коллиматерным прицелом ИОТЭЧ. Хорошо, допустим, оптика еще увеличительная. Так вот он выглядит без прицела, так с прицелом. А, ну такой винторез я уже, честно говоря, где-то видел. По-моему, да, в моде вариант Омега. Холодное лето 2014-го, по-моему, была похожая пушка. Может быть, это немного переделана моделька, но была очень похожая. Ладно, хорошо. Так, ну а что нам делать дальше? Нужно ждать сообщения, когда вернется эта бабушка, там или кто, которая здесь раньше жила. А пока можно прогуляться по Янову, может быть, там еще кому-то помощь нужна. Но давайте продолжим уже в следующей серии. На этом пока все. Всем большое спасибо за просмотр. С вами был Хьюк. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok